Все, газ запущен, газ сети. Давайте поприветствуем это событие. Исторический момент. В Новотырышкино завершили строительство газопровода. Теперь в селе появилась возможность подключить почти тысячу домов по программе дегазификации. Накануне с рабочим визитом в Смоленский район приехал губернатор края. По словам Виктора Томенко, часто газ формально доводят до населенного пункта, но в реальности может воспользоваться только небольшое количество человек. В Новотырышкино теперь другая история. Вот в данном случае для того, чтобы весь населенный пункт, все село могло, все жители могли подключиться к газу, а это мы считаем еще больше 900 здесь домовладений, значит, потребовалось проложить около 60 километров газопроводов и высокого и низкого давления. Все, волшебно, пламя горит. Для каждого дома это праздник. Сегодня он у семьи Ветровых. Супруги смогли воспользоваться субсидией на проведение газа и покупку оборудования. Субсидия предусматривает выплату до 100 тысяч рублей. По стоимости это примерно в 5-7 раз дешевле будет. То есть это кратно, то есть это очень, конечно, окупается сразу же. Спасибо вам большое. Да, да. Спасибо большое. Я вам желаю, чтобы это все вам приносило удобство. О расходах. Семья Макуси из Новотырышкина каждый год тратит внушительные суммы. На зиму закупает больше 5 тонн угля. В августе семья планирует газифицироваться. Стабильное тепло в доме. Это очень большой плюс. Микроклимат в доме увеличивается. Для конструкции дома, для здоровья это очень полезно. Поэтому обязательно будем. Кстати, планы газификации Алтайского края на ближайшие годы оказались самыми масштабными среди всех регионов страны. В нашей программе доведение газа до Славгорода и Ярового, до Рубцовска. Газ появится, помимо этих крупных населенных пунктов, в Топчихинском, в Тюменцевском районе, Требрихинский район. Продолжат газифицироваться населенные пункты внутри него. Также точно продолжится газификация по нашей большой программе и в Косихинском районе, и в Зональном районе, и в Целинном районе, и в Алтайском районе. Для того, чтобы реализовать то, про что я рассказал, основные наши планы, нужно будет построить около тысячи километров газопроводов. Сегодня в селе заключают договоры с владельцами домов. Отметим, что всего за два года в Алтайском крае планируется газифицировать 56 тысяч домов. Ирина Корчагина, День с толком. День с толком.